Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Незаконная конструкция с пляжей долой. На курорте кипит работа по благоустройству. На планерном совещании глава курорта Сергей Сергеев поручил свободные земельные участки, предназначенные для многодетных семей, максимально распределить среди нуждающейся категории граждан. На учете состоит более 300 многодетных семей, претендующих на землю. Обратились заявлением только 94. Перечень оставшихся 105 свободных участков размещен на сайте администрации курорта. Земельные участки свободны. И все граждане, которые имеют трех и более детей, и которые стоят на учете, могут спокойно подойти в МФЦ и написать там заявление о предоставлении земельного участка. Согласно действующему законодательству, сейчас по истечении 20 дней на срок с момента публикации любой стоящий на очереди гражданин приходит, пишет заявление, и он, первый написавший заявление на этот участок, его и получит. Независимо от того, стоит он на очереди 5-й или 350-й. В настоящее время у нас свободные земельные участки в Банабалке, в поселке Виноградном, в поселке Суворово-Черкесске, в поселке Уташ, в селе Джиин. Никаких документов для граждан, которые стоят на учете, не нужно, кроме заявлений и копий паспорта. Для граждан, которые на учете еще не состоят, необходимо обратиться в Анапский многофункциональный центр с заявлением и минимальным пакетом документов. Копии свидетельства о рождении детей, копию свидетельства о браке или его расторжении для неполных семей, а также копии паспортов обоих родителей. После прохождения процедуры принятия на учет, граждане могут также выбрать проглянувшийся участок из утвержденного перечня. И к другим темам. На пляже Ханапы продолжается демонтаж незаконно размещенных конструкций. Соблюдены все законные процедуры. Решение комиссии опубликовано. Некоторые владельцы брошенных строений добровольно принялись за дело. Однако не все. Городские службы освобождают пляжи, а нерадивым собственникам вменяют штрафы. Пляжи курорта чистыми и ухоженными должны быть не только в курортный сезон. Лето – время активной работы, осень – время наводить порядок. И если предприниматели плюют на свои обязательства перед городом и его жителями, то их ждут штрафы. А городские службы – работа по наведению порядка. Требование главы курорта – очистить пляжные территории от инородных элементов, рекламных конструкций, полуразобранных кафе и мусора. Сотрудники двух управлений по санаторно-курортному комплексу и муниципального контроля выезжают на плановые проверки и отслеживают проведение демонтажа. Комиссии по освобождению земельных участков было принято решение снести 66 построек, о чем собственники были извещены и до 17 ноября должны были разобрать конструкцию добровольно. Там, где работа даже не начиналась, демонтаж произведут городские службы, а нерадивым собственникам предъявят претензию штраф. В Анапе завершается ремонт пешеходной зоны на Евскино. Поручение привести в порядок этот район дал глава Анапа Сергей Сергеев в ответ на обращение жителей города. Бригада сотрудников Римстроя завершает ремонт плиточного покрытия в пешеходной зоне на Евскино, которая ведет от улицы Владимирской к улице Ленина. В общей сложности будет уложено 500 квадратных метров плитки. Жители окрестных домов уже заметили, как преобразился микрорайон, и с нетерпением ждут дальнейших перемен. Иллюминацию цветную заметили. По вечерам детям нравится. Не останавливаться на достигнутом, чтобы с каждым годом, каждым месяцем все было лучше и лучше. Ремонт пешеходной зоны на Евскино почти завершен. Отремонтированы и выкрашены столбы уличного освещения, заменены лампы. Кроме того, на этом участке появилось декоративное освещение, лавочки и урны. Работа по благоустройству курорта кипит не только на бульваре. Одна бригада работает здесь, на 7-й школе. Вторая бригада – филиал детской поликлиники 12-й микрорайон. Третья бригада работает на Крымской по монтажу автоматического полива. Четвертая бригада работает на улице Черноморской, Черноморской, 54, ремонт тротуара. Пятая бригада работает на установке деревянного настила, закрывающего внутреннюю чашу фонтана, для установки на Новый год светового фонтана. Однако мало сделать. Нужно еще беречь то, что сделано. А это уже прямая обязанность жителей города. В четверг очередная сессия Совета депутатов. В преддверии сессии прошли заседания всех комитетов Анапского парламента. Вопросы по обеспечению безопасности жизнедеятельности и повышения качества электроснабжения в сельских округах обсудили члены профильного комитета. Строительство, которое ведется с нарушением пожарных норм – одна из тем обсуждения на комитете. Начальник отдела надзорной деятельности по городу Анапа Александр Гузенко называет главное нарушение. Строительство окна в окна без соблюдения расстояния между зданиями. Когда отсутствуют пожарные подъезды и потушить очаг возгорания становится проблемой. Возникает встречный вопрос. Почему надзорный орган не включает свои рычаги воздействия на нарушителей? Предложение от городских властей. Сотрудники отдела надзорной деятельности должны участвовать в согласовании проектов на строительство. Жители хутора Воскресенский и станицы Гастагаевской недовольны качеством поставляемой электроэнергии. Начальник Анапского участка районных распределительных сетей Максим Снимщиков доложил о перспективах решения проблемы. Собственники этого установки не своевременно обслуживают, находятся в плачевном состоянии. Поэтому на 2016 год запланировано вкупание энергии в госзападной энергетической сети строительство новой подстанции с перед подключением потребителей в новую построенную подстанцию. К теме повышения качества электроснабжения депутаты и энергетики еще вернутся и выработают конкретный план мероприятий на 2016 год. В Анапе впервые прошла конференция, посвященная нравственному воспитанию детей и подростков нашего города. Педагоги обсудили вопросы духовного, эстетического и патриотического развития подрастающего поколения. Воплощая в жизнь смелую идею, организаторы поделили конференцию на несколько разделов. Мой мир и мое окружение. Я гражданин. Мой выбор. Успешное будущее. По словам одного из организаторов конференции Галины Филипповой, мероприятие вызвало живой интерес среди педагогов, родителей и общественности. Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить вопросы воспитания и создать единое воспитательное пространство в городе. Такая идея родилась у нас при беседе с Людмилой Георгиевной Мурашовой. Мы обсуждали некоторое время ее. Была написана концепция группой авторов. И в результате мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить, каким образом мы будем ее реализовывать. Руководитель одной из секций Светлана Амарина уверена, что залог правильного воспитания детей, в том числе духовного и нравственного, комплексном подходе и уважении к ребенку. Программа как раз таки и должна способствовать объединению всех воспитательных усилий, всех направлений воспитательной работы. Потому что что спорт, что здоровый образ жизни, что гражданское воспитание, все это нацелено на воспитание духовной личности. Это главная цель работы нашей программы и не только нашей секции. По замыслу организаторов на базе конференции должно появиться еще несколько проектов. Например, в школах будут проведены пока что в тестовом режиме факультативы этики. А также разработана система вне классных мероприятий и проведен постоянно действующий семинар для педагогов. А мы с тобой играем в КВН. 23 ноября Анапская лига КВН будет праздновать юбилей. 15 лет назад молодые неопытные ребята впервые вышли на сцену. Спустя год сформировалась сборная города «Пляжный сезон», которая не раз представляла наш город в разных лигах. Игра набрала большую популярность среди анапской молодежи и полюбила зрителей. В молодежном доме культуры 21 век по вечерам обычно тихо. Но не сегодня. Анапские КВНчики, старички, как они сами себя называют, решили вспомнить былые времена. За 15 лет поменялся не только юмор, но и сами ребята. У них уже появились семьи и дети. Но любовь к игре осталась неизменна. Посчастливилось мне участвовать, ну не участвовать, стоять практически у самых истоков появления КВНа в Анапе. Команда «Опушка» у нас была. КВН живет и 23 числа, 23 ноября у нас пройдет такая юбилейная игра, где мы постарались собрать всех старичков, которые еще в себе, которые могут показать что-то на сцене. На репетиции ребята с особой теплотой делились друг с другом старыми воспоминаниями. К КВНчикам было что вспомнить. На Новских улицах наконец-то решили провести освещение. Освещение проведет сам митрополит Московский и вся Руси Алексий Второй. Девушкам в КВН было действительно нелегко. Команду «Амазонки» это не смущало. Они одни из первых женских команд представляли наш город на играх КВН. «Я от вас ухожу! Не надоело то, что вы надо мной издеваетесь!» «Лера, нет!» «Ты должна рядом быть, ты должна все прости, зеркало ты на себя не смотри!» Поколение «Некст», «Титаны туризма», «Маленькие люди», «Социальный заказ». И это далеко не весь список опытных команд. Иван Василькован и Роман Подоляк – КВНчики со стажем. С самого начала ребята стремились попасть в высшую лигу. В 2013 году мечта сбылась. В составе сборной Краснодарского края наши анапчане покоряли Москву. «Выходи, хан татарский! Триста лет ты, Русь-матушку! Сегодня мы тебя будем!» КВН – не просто игра. Это отдельный собственный мир. Ребята в предвкушении юбилейной игры. Ведь им снова посчастливится услышать «Мы начинаем КВН». А завершит выпуск прогноз погоды. В четверг, 19 ноября, в Анапе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. Ночью до 11 градусов тепла. Ветер южный 9-11 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступны и качественные одежды для детей и взрослых, модная школа, новое поступление сезонной одежды. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей. Эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды, куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц, рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийской, 281. Жилой комплекс «Крымский вал». Город Анапа, улица Новороссийской, 281.